Активисты народного контроля в Риутве провели очередную инспекцию в одном из продуктовых магазинов города на проспекте Мира, 57-Б. Организаторами мероприятия выступили представители молодой гвардии «Единой России». Обычно проверяем всегда желтые ценники, так как на них может быть красота товара, которая вот-вот выходит из своего срока. Поэтому действительно проверили желтые ценники. Оказалось, что сыр уже как неделю не должен находиться на прилавках. И не только сыр. Проверяющие обнаружили на прилавках непригодные к употреблению мяса, сметану, яйца, хлеб и даже детское питание. В результате целых две переполненных тележки с просрочкой и нелегкий разговор с управляющей магазина. В вашем магазине мы впервые. И, конечно, ситуация сегодня с просроченными продуктами, которые мы нашли за час, изрядно удивила. Как правило, всегда бывает просроченная молочная продукция, мясная продукция, заморозка и детское питание внизу. Но такого улова, конечно, большого у нас давно уже не было. Все находки местных ревизуров тут же отправляют на утилизацию. И они уже точно не вернутся на продуктовые стеллажи. Кроме того, на этот раз, помимо свежести товаров, участники народного контроля акцентировали внимание и на стоимости продуктов. Особенно тех, которые входят в так называемый борщевой набор. Решение взять ситуацию с ростом цен под особый контроль было принято после прямой линии президента страны Владимира Путина с гражданами в конце прошлого месяца. Это не последний выход наш в магазины. И мы отфотографировали, зафиксировали все цены, которые в этом магазине. На свеклу, лук, морковь, картофель. И дальше будем уже сравнивать с ценами в других магазинах и с нашим рынком. Мониторинг цен на основные продукты питания проходит во всех регионах страны. Как сообщают власти, механизм сдерживания цены уже разработан. Первые итоги этой работы подведут уже через пару недель.